Дорожная карта Несколько лет назад, тем не менее, меняется сам процесс В присутствии у нас в проекте 5 ТОП-100 Меняются оценочные параметры, поскольку вот с этого года Появляется московский рейтинг, который предусматривает чуть другие оценочные вещи И об этом, наверное, тоже нужно знать по одной простой причине Что заявили, что данный московский рейтинг будет замещать мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации То есть, исходя из позиционирования в этом московском рейтинге Будут оценивать, как развивается университет и так далее Вы знаете, что был мониторинг, в народе мы его так между собой называли Климовским мониторингом, поскольку именно когда Климов работал заместителем министра Вместе с Марат Рашидовичем, кстати, надо в этом тоже сказать Они разрабатывали этот мониторинг Но, по крайней мере, когда Марат Рашидович смеется Я говорю, представители Минобра всегда ссылались на него Хотя понятно, что изначально мы носили чуть другие параметры оценки университета В том числе и в продвижении не столько мировых рейтингов Сколько в мировом образовательном и научном пространстве Поэтому, чтобы не затягивать времени Я бы с удовольствием хочу представить слово на регулированных Вчера мы в Институте химии, где я и утром об этом озвучил на планете И утром мы рассматривали формирование мегагрантов Поскольку на их площадке трижды 218 реализовывался И сегодня 220 грамм По 220 постановлению поведения Российской Федерации Задачи поставлены таким образом, что когда мы за счет Университета делаем определенные вливания То это направление должно сохраниться как минимум 5-10 лет После окончания финансирования То есть оно должно перейти на самообеспечение И по финансированию, и по тем ресурсам Которые в результате реализации либо этих грантов Либо целого финансированного университета Были получены и остались, как мы говорим, в сухом остатке данные подразделения Пожалуйста, мы будем А если мы его выключим, он тоже будет оставаться? Да или нет? Нет Я только первый вижу такую систему Ну ладно Добрый день, уважаемый Шатравкадыч Добрый день, Марат Рашидович Дмитрий Альбертович Уважаемые коллеги К вашему вниманию представляется третий этап дорожной карты Винску управления экономикой и финансов И прежде всего мне бы хотелось охарактеризовать Что сегодня представляет из себя институт Но вот здесь, кстати, здесь не работает экран Для ректора, вот один вот так стал с экрана И здесь вот то, что мы представляем из себя сегодня И прежде всего хотелось бы начать по образовательной деятельности Ну если говорить по образовательной деятельности Вот это вклад института в общее развитие университета Контингент и все обучающиеся, приведенные контингенты Прежде всего наша численность, которая присутствует Но вы видите тенденцию снижения численности Это связано со многими факторами В том числе снижение рождаемости И несмотря на общее снижение численности Мы ставим перед собой задачу роста качественных показателей Прежде всего рост доли наших иностранных студентов Значит, если посмотреть вот уже в таком разрезе Наши показатели Это доля магистрантов и аспирантов Доля иностранных студентов Рост проходного балла ЕГЭ И средние заработные платы по институту Средний балл ЕГЭ, конечно, очень высокий Но здесь показаны только бюджетные цифры Если мы, конечно, здесь просуммируем Средний балл ЕГЭ по направлению экономики 264, средний по всему институту 237 Конечно, если мы проанализируем еще всех контрактников Он будет несколько иной Но мы показываем и все показатели считаются В расчете на бюджет Значит, вот эта география наших обучающихся И уже те цифры, о которых мы говорим По приему иностранных студентов на 17-20-е годы По бакалавриату, по ученому и заученному И по магистратуре Это наша динамика и изменение приема в наш институт На сегодняшний день одним из показателей развития институтов Является, естественно, магистратура Наша магистратура дурно развивается И находится еще в развитии Несмотря на то, что пока только одна программа Мы готовим еще две программы На международную аккредитацию И на программу двойных дипломов Значит, большие задачи поставлены По развитию сетевой магистратуры И прежде всего сетевая магистратура Среди федеральных университетов И вузов, входящих в 5-100 Неоднократно уже списывались Мы с этими вузами собирались Ну как бы в онлайн режиме И я думаю, что вот в начале июля Состоится совещание заведующих Делекторов экономических институтов Всех федеральных университетов И тех, кто работает в 5-100 И ряд вопросов будет уже дальше обсужден Но сетевая магистратура, я думаю В рамках России будет развиваться Большое значение Или большое значение в нашем институте Уделяется стратегическим экономическим единицам Академическим единицам Одна из САЕ, с которой мы работаем очень продуктивно Это САЕ Education Я думаю, что Эдар Немасунович подтвердит Два человека здесь присутствующие Это 19% роста САЕ Education Дала наши кафедры английского языка в экономике Здесь представлены программы Люди, с кем они работают И как они будут продвигаться дальше Руководитель данного направления Аксен Викторин Поляков тоже здесь присутствует Если будут вопросы по Education Пожалуйста, можно задать ей Здесь представлено их участие в конференциях И дальше Также в Education, но несколько меньше Но также представлено Кафедра педагогического и географического образования Профессор Гассин и Гезар Тимир Галевич Они, конечно, чуть меньше Но они все равно набирают свои обороты И вот их показатели И журналы для будущих публикаций В которых они будут участвовать Следующее наше участие Это САЕ СП Медицина Представляет наш институт В данном направлении Профессор Калинская Наталья Валерьевна И наша точка роста Это нейромаркетинг Который мы работаем непосредственно С медиками Проект уже запускается Здесь представлены основные характеристики Данного проекта Я считаю, что одним из Неудачных наших общений И работы с САЕ Астровызов Это Михаил Панасюк Который также здесь присутствует И здесь представлена вся его команда Я специально отдаю тезис на очень многие моменты Все руководители здесь присутствуют И я думаю, на все вопросы или комментарии По своим САЕ могут дать В процессе нашего обсуждения Это параметры НИЛОК Космического управления Развитием территорий Это научно-исследовательская лаборатория А тут находится в САЕ И вот продвижение в САЕ Астровызов Очень хорошее взаимоотношение С университетом Париж-Хантер Я правильно называю? Михаил Панасюк А? А, Мантер Париж-Хантер И так что То есть здесь Даже приглашен Михаил Панасюк Как приглашенный профессор Для чтения лекции Следующий САЕ Это САЕКОНЕФТЬ За данное направление У нас как докурирует Профессор Галянов Заедущий Кафедра территориальной экономики Здесь представлены Также люди Которые Прогнозируются В участии В данном проекте И те проекты Которые Планируются Для продвижения Нашего же института Через это САЕ Значит здесь На этом слайде Представлены Журналы И публикации Также мы планируем Что помимо этой кафедры В САЕЕКОНЕФТЬ Мы будем привлекать Всех Кто работает По производственному менеджменту По экономике производства То есть Расширять Круг Преподавательского состава Следующее Направление Оно еще пока не озвучено Это как бы Презентация НФСАНК Мансурная Здесь Это Предложение Для САЕЕКОНЕФТЬ Связанное По эко-реабилитации Нефтезагрязненных рек И я думаю Что НФСАНК Мансурная Если будет необходимо Даст Свои Как бы Разъяснения И очень хотелось бы Отметить Что в процессе Визита Президента Республики Татарстан Рустан Варгалевич Мениханова Практически Взаимоотношения С институтом Беркли Были построены На ее визите В университет Беркли По данному Направлению Очень перспективному В штате Калифорния Я правильно Я правильно говорю Я правильно говорю Я правильно говорю Я правильно говорю Ага Все так Так И значит Основной момент О котором мы Часто говорим Это продвижение В предметных рейтингах Конкурентоспособности Вузов Конечно Для нас Мы Тот вуз Тот институт Тот направление Которое Практически Находится Во многих Рейтингах Если основной Рейтинг У нас Экономикс Эконометрикс И фонанс Следующий Рейтинг Который Мы можем Войти Но пока Еще не вошли Но наши Статьи Могут пройти Это Бизнес Менеджмент И аккаутинг Также Случин Сайенс И Паблик Администрейшн Это наши основные Направления Связанные И с управлением Бизнесом И с бухгалтерским Учетом И с географией И с госпуниципальным Управлением Значит Если проанализировать Конечно Для нас Было очень большой Радостью Ну как бы Таким Вехой Что наше Наше упрямство Наше упорство В продвижении Себя Увеличалось Достаточным Успехом И по 2017 году Хай Эдюкейшн Нам дали Как бы Куэс Нас поставил По Мы высветились В рейтинге Экономикс Эконометрикс Как 301 И 300 Ну то есть В первой Половине Трехсотки И мы Получается По данному Направлению Мы Вошли в четверку Вузов России Которые Вообще Засветились В экономической Рейтинге Это заставило Нас Проанализировать Как же вообще Выглядят Наши три Конкурента В этих Рейтингах Мы посмотрели И МГУ И СПБГУ И Ньюши Во всех Рейтингах Значит Если брать Россию Мы по Эконометриксу В самом деле Четвертый В самом деле Четвертый Чем же мы И вот здесь Перед вами Значит Основные наши Конкуренты По экономике Эконометриксу По бизнес Менеджменту И аккаутингу И финансам Значит Что Здесь видно Если мы По экономику Эконометриксу Взяли четвертое Место Среди российских Вузов И вошли В трехсотку Взяли мы В основном Статьями Вот здесь все Выделено Вы все это видите Другие вузы К которым Относятся МГУ Санкт-Петербургский Университет И Ньюши Как бы они Нас не ругали Тоже взяли И статьями Но в основном Репутация Работодателей И в дальнейшем Есть следующий Показатель Это Академическая Репутация По бизнесу Менеджменту На сегодняшний день У нас пока Недостаточно Показателей Чтобы войти В данный рейтинг Но мы работаем Над этим И я думаю Что года через два Мы возьмем И бизнес И аккаутинг И также смотрите Что Чем берут Другие вузы Мы все Нас все ругают За количество статей Но в то же время И Наши же вузы Нашего же Порядка Которые работают В 5100 Которые Являются С ведущими вузами Сработала Сработала И работодатели И сама Академическая Репутация Затем Мы проанализировали Референтные вузы Мировые группы И вот Анализ Продвижения Данных вузов Которые В общем-то В очень В хорошем рейтинге Находятся Как тот же Национальный университет Сеула Пекинский университет Сеула И мы видим Что Обратите внимание Вот мы Обратили Выделено Лун, Бирмингем Хельсинки Это европейские университеты Они продвигаются Через публикации Восточные университеты Как Сеул Пекин Хоккайдо И Другие китайские вузы Отмечены в данной таблице Они идут Через оценку Работодатели Ну Затем У нас Идет Так же Вот 14 Кто Высветился Первый 14 В данной Таблице Это Та же Самая Вышка МГУ Санкт-Петербургский университет И мы Что у нас В рейтинге По бизнес-менеджменту Чтобы знать Куда нам идти Как бы Что бы нам Не говорили Все-таки Публикации Количество Публикаций И оценка Прежде всего Количество Публикаций Вытаскивают Те или иные вузы Вот это все видно На таблице И та же самая Картина У нас с вами И на Бухучете с финансами То есть Вся Европа Работает на публикации Вся Европа А Азия Работает на Работодатель Ну Азию Поднимают Работодатель Вот такую Кстати Интересную Тенденцию Мы увидели Анализируем Эти данные Итак Вот наши Прогнозы Прогнозы По вхождению В предметные Рейтинги То те задачи Которые мы Ставим Для себя До 2020 Года Значит Здесь Есть еще Один момент Который мы Всегда забываем Когда подсчитываем Рейтинги Дело в том Что когда идет Подсчет Рейтинга По тому или иному Показателю Слепо считается По любому рейтингу Будь то химия Математика Физика Экономика Всегда В знаменателе Стоит количество Преподавателей Работающих В этой сфере И мы сделали Просто анализ Мы очень любим Свои филиалы Но мы показали Анализ Тех цифр Как нам Снижают Ряд показателей Наша филиальная Сеть Которая Ну наша Филиалы Которые Работают Тоже по экономике Они тоже считаются Как базовые Преподаватели Казанского Федерального Университета Работающим В экономической Сфере Вот практически Вот такие цифры Если мы Не додаем В 17% То Более 50% Это как бы Ну Те люди Которые Работают На филиалах И здесь Мы не написали Я думаю Что Тут надо Поставить Задачу Перед Филиалами Я думаю Что мы С группой Своих Ученых Поработаем С ними Потому что Здесь Надо поднимать Отношение К публикациям И там Потому что Они видимо Публикуются Мы делали Анализ По публикациям Каждого Филиала Там Единичные Люди Кто в этом Работают Но надо Каким-то Образом Менять Это отношение Прежде всего Меняя Вообще Содержание Экономического Блога Филиалов Так Ну Здесь Повышение Пути Повышения Нашей Академической Депутации Ну Здесь Много Что Мы уже Как бы Известные Вещи Это Прежде всего Я считаю Что Несмотря на то Что есть И дезонансные Исследования И развитие Коммуникационных Каналов Я считаю Что Такие Дезонансные Исследования Над которыми Работает Наталья Валерьевна Над которыми Работает Невсам Ансурна Они могут В самом деле Очень сильно Повысить Повысить Академическую Депутацию Нашего Института Ну Здесь Есть Такие Уже Рабочие Вещи Как Тегистрация И Работа В академических Сетях Привлечение Звезд науки Бизнеса Мы специально Не расписывали Потому что В каждом САЕ В каждом Направлении У нас Все это Расписано И все это Есть И Здесь Нам бы Хотелось Отдельно Сказать Мы очень Долго думали Над темой Оценка Работодателей Оценка Работодателей Вес В академической Репутации Составляет 0,3 У нас Великолепное Отношение Вот с данной Четверкой И Практически Извините Так Значит Практически Назад Назад Подожди Я сбила Немножко Вот все Значит Практически Говоря Работодателям Мы Очень сильно Задавались Вопросом Мы даже Разговаривали С ребятами С коллегами Кто к нам Приходил Из Паттерхаус Купилс Из Из КПМГ Мы не могли Понять Почему Высшие Школы Экономики Почему Они имеют Большую Большую Репутацию Работодателей Чем Мы Наверное Все таки Вот здесь Есть такое Понятие Регионального Вуза Я Не люблю Слово Провинциального Вуза Именно Сильного Регионального Вуза Ребята Остаются Здесь И Очень Мало Представительств Как в Приволженном Федеральном Округе Так и в Татарстане Мировых Компаний Практически Все кто Представлены Все здесь Хэдхантера Здесь нет Макинси Здесь нет Если брать По Управлению Персоналом Ряда Практически Из Тот тысячи Компаний России Это Ну это Как бы Сбербанк С которым мы Работаем И Газпром С которым мы Где-то Взаимодействуем Практически У нас Ребята Все Востребованы Но к сожалению Тататнеф Которой мы Гордимся Она не Входит В высокую Оценку Я понимаю Что это Сложно Сказать На заседании Костсовета Республики Татарстан Но по Мировому Рейтингу Происходит Так То есть Вот Если Мы конечно Будем Работать Дальше Мы Работаем С Москвой И мы Поняли Что У москвичей Им в самом деле Не надо Писать Много Статей И доказывать Свою Репутацию Для работодателей Потому что Ну как бы Они уже Работают С ними Как бы Всегда Мы нашли Партнеров По РБК Так называемые РБК 500 Крупные компании Мы с ними Работаем И с вертолетным И с Газпромом И с Росгостраком То есть Вот эти Компании Более-менее Крупные Которые находятся На территории Республики Татарстан Наша задача Выйти на Москву Но это Очень непросто Я думаю Что Образовательный блок И весь научный блок Будет отдельно Думать О том Как продвигать И вопрос Надо ли всех Ребят Продвигать Туда Лучшие кадры Что все уйдут Их же тоже Надо здесь Оставлять То есть Вот этот Показатель Он как бы Наверное Тонко Подчеркивает Вот такой момент То что Столичные вузы Подчеркивают Нашу Некую Оторванность От столицы Что мы Региональные вузы Значит Теперь Это критерии Значит По Науке Значит То что касается По научной деятельности Здесь показаны Те количество Статей Которые Мы Должны То есть Нет понятия Хотим Мы уже должны Написать Что-то Продвинуть Себя И стать Тем самым Известным Университетом Экономическим Институтом О котором Говорили Что Это один Из лучших Но я Вот Когда Говорят Финанс О бывшем О бывших Наших институтах О экономфаке И О финансовых Институтах Различные вещи Что Идет Процесс По рейтингу Можно увидеть Что мы Были в четверке Лучших вузов Так мы их и остались По экономике Так что То что касается По критериям Области науки Одним из направлений Продвижения себя Мы считаем Коллаборацию Коллаборацию С вузами И российскими И зарубежными Здесь представлена Часть Только Вузов Но в основном Мы Списались И мы работаем Со всеми Университетами Федеральными Особенно Ну Это и северокавказские Южнофедеральные И Якутия То есть Каждый Из преподавателей Практически Мы хотели сделать Таблицу Каждый профессор И коллаборация С каким вузом Таблица не получилась Она очень Получилась громоздкая И мы просто Выделили основных Но практически У каждого ведущего Заведущего кафедру Профессора Есть своя Коллаборация С тем или иным Университетом России С тем или иным Федеральным университетом Или университетом И 5100 Значит Когда Вот здесь слайд Он посвящен Я даже не знаю Как это назвать Ишат Раканович Нам Жалко Вот сложно сказать Просим мы деньги Или нет Этим слайдом Дело в том Что Развитие Публикационной Активности Которая идет В институте Управления Экономики И финансов Оно Должно Из экстенсивного Начать Более качественно Мы экстенсив Сделали Мы взяли Блок журналов Хороших Или плохих Вопрос другой Теперь Надо идти дальше На сегодняшний день Для продвижения Дальше И работы дальше Мы не остановимся Нам необходимы Данные Статистические базы Мы Дело в том Что может быть Это читальный зал Лаборатория Может быть Это круглосуточные Какие-то залы Лаборатории В каждом здании В одном здании Мы Согласны Если это будет Даже на Кремлевской 35 Но как правило Статбазы Естественно Научного блока И гуманитарного Блока Отличаются Но я считаю Что мы уже Дошли до того Что нам необходим Читальный зал Лаборатория Где бы мы Готовились Потому что В процессе Защиты дорожных Карт Со стороны Заведующих Кафедров Прозвучал Очень многие Заведующие Кафедры Говорили о Создании Лаборатории Или на базе Томпсон-рейтер Или на базе Блумберга Или на базе Других Мы только Госкомстатом Дальше уже Не пойдем Нам нужны Данные мира Мы не можем Туда пойти Да, это стоит Определенных денег Может быть Нам это как-то Через ППК Как-то Вот мы просто Говорим о том Что это наше будущее Иначе мы Уже качественно Не двинемся Поэтому мы этот слайд Выставили И мы были бы Очень признательны Если в программе Повышение Конкурентоспособности Эти бы вещи Были предусмотрены Вот здесь Мы написали Что у вузов У вышки У ОМГУ У Рэйни У Финн-Университета Есть подписка Наряд Не обязательно На все Но наряд Вот этих вещей Есть Дальше Мы не пойдем И тогда Мы бы Сделали Это или в профессорском зале Или в нашей красивой библиотеке То есть Это все равно Мы тогда С этими базами Вот Вы можете даже Я думаю Что и Киршин И Смогилов И Кандарчан То есть Все люди Кто работают Они подтвердят То есть Это вопрос Обсуждавшийся На всех Защитах дорожных карт То есть Иначе мы Вот к этим журналам Не придем Значит На данном слайде Как бы Представлены Те конференции Которые могут Повысить Нашу Ну Я думаю И повысят Академическую Репутацию В том числе Международную И здесь Выделены Две ближайшие Конференции Которые проводятся Это Конференции Юбилейные Конференции Не спаси И конференция Совместно С Российской Экономической Школой Это и по экономике Футбола А остальные Это известнейшие Это уже Постоянно действующие Конференции Которые работают На площадках Где-то Турции Где-то Болгарии Где-то других стран Они дают И они дают Публикации И Прежде всего Бэп оф сайнс Конференция Нас продвигает Не столько В скопусе Сколько Бэп оф сайнс И вот Здесь Как бы Мы очень долго Думали Как еще По-другому Наши прорывные Проекты Но это Нишевое направление Которое с нами Всегда Есть С 2011 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 Нынешняя команда Ощущает себя Пусть даже В разных институтах Но вот это Как бы Эти направления У нас были всегда Это Бухучет Предпринимательство Экономика территории И качество жизни А вот здесь Мы заявляем Перспективное Нишевое направление Перспективное Нишевое направление Мы проанализировали Последние работы Нобелевских лауреатов Мы проанализировали Работы Которые Получили Госпремии Правительства Российской Федерации Но прежде всего Прежде всего Это То о чем Говорят все Это экономика счастья Это не улыбка Это в самом деле Люди уже Получили За это Нобелевскую премию И это надо Продолжать Экономика счастья И все Что дальше Экономика благостояния То что необходимо Развивать Что и Разовет В дальнейшем Даст толчок Развитию школы Экономтеоретика Я считаю Что одним из направлений Развития экономтеории В Казанском Федеральном университете Марат Рашидович Мы еще не знаем Как это написать Но в 20-м году 150 лет Владимиру Чувенину И мы считаем Что понятие Неомарксизма И Ленина В современной экономике Это те учения То есть этот человек Наверное Может быть Если не первый То второй Цитируемый Наверное В мире Нам Как экономистам Пройти нельзя И Мы конечно Хотим заявиться На год Ленина Но мы еще Осторожничаем В 20-м году Как это Будет воспринято Сообществом То есть Но Как бы Момент Неомарксизма Изучения Нормально будет Сообществом Вас цитировать будут все Ладно Тогда 20-м Надо дальше Надо Центр революции Делать Пора Хорошо Тогда 20-й год Мы объявляем Годом Ленина А в 18-й год 200 лет Со дня рождения Карла Марса Я думаю Что каждый студент Но у нас должен Пройти конкурс На чтение Глав капитала И Надо объявлять Обязательно Год Карла Марса И Эти вещи К этим Это теория На которой Мы с вами выросли А они ее не знают Значит Следующий момент О котором мы Говорим О нишевых Перспективных Направлениях Это Отраслевая экономика Мы Не заявили ее Очень подробно Я вот Вижу здесь Зухру Которая защищала И успешно защитила В ДНГУ Кандидатскую диссертацию По экономике медицины В сфере медицинских услуг Я думаю Что экономика медицины Экономика промышленности Экономика АПК Экономика нефти Ну может быть где-то Может быть это рабочее название Нам надо вернуться К нашей отраслевой составляющей Которая когда-то здесь была И одним из направлений Наших перспективных Я считаю что Раз у нас есть Такое отделение Как развитие территорий И такие звезды Как Невса Мансурна И Михаил Валентинович Не заявить экологический Менеджмент Мы просто не можем И Наша экономика Агломерации Мы уже пришли к тому Что Мы даже столкнулись С тем что Минэкономики Считают по-моему Кафедру Гиму Своей филиалом Частью Своей Потом Решила создать Какие-то там Свои кафедры Но мы все равно Будем эту работу Дальше Продолжать Ну вот это вот Научно-исследовательские проекты В области Стратегического развития Территорий По Агломерации Один из проектов Который известен Который работает И пока будет работать Это проект Содействия Повышению Уровня финансовой Грамотности Населения Значит И Мы представляем здесь Элементы Программы Ту идею Которую Татьяна Фелькс Наполея Она здесь присутствует Решат Рокадович Корпоративный университет Она является Одним из разработчиков Я знаю Что ее докторская Диссертация В чем-то посвящена Частично управлению Университетами И Но Вот И Проект Корпоративные университеты Я думаю Что она Может Спокойно Возглавить В Казанском Федеральном Университете Научный руководитель Научный консультант Софи Направление Ну я уже Сказала Все что связано С нашим Экологическим Менеджментом Это и Палиэкология И Развитие Береговых полос Мы все Говорим А видим На всех фотографиях С Фишман На Фисумансурном Венгазово Здесь Университет И следующий Проект Проект Который Может подробно Представить Азат Рашидыч Суфиуллин Это университетский Альянс Стар И И также Центр Компетентного Проектно-процессного Управления И Следующий Момент На котором Мы Хотелись бы Остановиться Что Нам Необходимо До 25 Года Это Политика Продвижения Экономических Журналов На сегодняшний День На сегодняшний День Вот здесь Представлено Как будет Продвигаться Казанский Экономический Вестник Это журнал Который нам Достался В наследство Казанского Финансоэкономического Института Очень успешно Им Азат Рашидыч Руководит Есть Дорожная Карта Выведения Журнала В базу Скопов Но мы Предлагаем Сейчас Создать Пулжурналов Экономических Которые Пойдут Дальше И Может быть 25 Году Окажется Может Постараемся Чтобы Что-то Из них Оказалось В базе Дальше Дальше Мы Совет И Вот Мы Начинаем Новую Волну Журналов Потому Что Только На одном Журнале Пробиться И Продвинуться Дальше Нельзя Следующие Пулы Посвящены Где-то Экономике Татарстана Благосостояния Финансово Инжиниринга Экономике Города Потому Что Этим Люди Занимаются Войдут Они В скопус Продвинуться Войдут Ли Они Вак Но Я Считаю Что Вот Этот Пул Надо Создавать И Начали Понимать Что Нам Нужно Делать В Каких Направлениях Развиваться Я Сейчас Просил Бо Моих Коллег Задать Вопросы Те Как У нас Стандартный Подход К Зачителю Любой Дорожной Карции Любой Программы Поэтому Дмитрий Валюшов Пожалуйста Есть Какие Вопросы Потом Можно Зала Задавать Поскольку В зале У нас Находятся Не только Представители Института На Площадке Которого Мы Сами Находимся Но Есть Представители Медицинского Института Физики Дневники У нас Здесь Есть Ну В общем То Представлены Все Те Кто Интересуется Этим Проектом Так Пожалуйста Уважаемый Уважаемый Коллеги Вопрос Достаточно Спасибо За презентацию Очень Хорошую Презентацию То есть Мы Вначале Задаем Вопрос А потом Вопрос Такой У вас Академическая Мобильность Указано 30 человек В год Примерно Там По странам Разбито На уровне 5000 студентов В среднем Это очень Маленький Процент С чем Это связано Такая Дело в том Что мы Заложили Уже Как бы Фактически Тех людей Которые Точно Поедут Но Эта цифра Днисль Будет Увеличиваться То есть Пока Это Та академическая Мобильность Связана С двойными Дипломами Заложена Она Так Еще Вопрос Материал И вопрос Есть Вот Мы Все Очень Много Говорим Об Использование Различных Образовательных Ресурсов Вот Вы тоже Сказали Что Хорошо Бо Вам Доступ По научным Статьям По всему Я получил От вашего Института Пока Только Одного Человека Информацию Что Используется Из Образовательной Платформы Имеют Свободные Курсеры Сколько Курсов Сколько Человек На них Записано Оказалось Что Где-то 30 40 Студентов Пользуются Этим Платформ Это Свободным Доступ Почему Не Используются Образовательные Ресурсы На Платформах В вашем Учебном Процессе На Сегодняшний День Многие Преподаватели Пока Не Используют Этот Процесс Видимо Потому Что Еще ряд Лекций Идет Не Совсем По Новым Направлениям Но Это Та Задача Которая Стоит Дальше И Мы Как бы Вообще Один из Моментов На который Надо будет Обратить внимание Экономистам Практически Если С 17 Года С 1 Сентября Заочка Закрывается На Юфаке Скоро Заочка Закроется И у Нас И Скорее Всего Использование Ряда Этих Информационных Моментов Станет Необходимостью Но Пока Это Один Из наших Недостатков Митя Ильич Принимаем Так Коллеги Какие Вопросы Зала Тогда Марат Вашис Пока Тоже Только Вопросы Вопросы Нет У меня Вопрос Такой С вами Правда Обсуждали Как вы Относитесь К тому Что В ряде Университетов Проекта 5 Топ 100 Введены Определенные Пропорциональные Ограничения На Соотношение Платных Студентов То есть Тех Кто Сами Платят И Бюджетных Мест Бюджетных Студентов Сколько Когда Вы говорили О входном ЕГЭ Приводили Пример Только Тех Кто Обучается За счет Бюджета Совершенно Очевидно Что Они В общих Группах Находятся И Преподаватели Работают С теми С другими Одновременно И Возникает Наверное Но Определенные Проблемы Когда У одного На входе Либо Уровень К ЕГЭ По-разному Можно Исходить То есть Относиться Но Пока Есть Такой Параметр Качество На входе У одного 60 У другого За Един Экзамен Допустим 90 Или Близко К 100 То есть Как Вы Считаете Нужно Какие-то Ограничения Вводить Не Нужно Либо Существуют И Какие-то Методы До Подтягивания Этих Студентов Если Есть Такие У вас Программы То Чем Они Заключаются Пожалуйста На сегодняшний день У нас Таких Программ Нет Но Вопрос Если Ставить Вопрос О Росте Бала ЕГЭ Для Контрактных Студентов Он Очень Отличается От ЕГЭ По Бюджету Есть Один Вариант На Когда Мы Просчитываем 200 Не Дойдут До Нас Так Мы Вообще К этому Готовы Не Из-за Того Что Но Дело В том Что Это Не Получение Бюджетно Это Не Получение Бюджета Университета Тут Миллион 25 Миллион 11 Это Наш Хорошо Давайте Так Вы Для Себя Решение Примите Хорошо Там Просто Когда Идет Констатация Фактов То Это Один Подход И Вы Оставляете Как бы Возможность Принять Решение Для Руководителя Университета Что Тоже Есть Не Очень Хороший Факт Поскольку Человек Может Ошибиться То есть Ректор И Это Должно Быть Решение Коллектива Это Должно Быть Ваше Решение Есть Два Подхода Либо Вы Отсекаете По Нижнему Пределу Либо Вы Специально Проводите Собеседование С ними Что Делают В принципе Ведущие Вузы Сегодня Вы знаете Что Во время Приема Московский И Санкт-Петербургский Университет Не исходит Только из Показателей ЕГО Но Обязательно Есть Внутренний Экзамен И Может Быть Внутренний Экзамен Нам стоит Начать Делать Для тех Кто Идет На Платном Обучении То есть ЕГО У него Может Быть Не Очень Выше Чем Норматив Государственный По обучению Мы Могли Для них Предусмотреть Отдельные Программы На первом Курсе Назвать Адаптационными Как угодно Но Их уровень Если мы Не будем Доводить До определенного Формата Это моя Точка То есть Есть разные Подходы Но Какой подход Выбрать Это дело Ваше Поскольку Зависит Не только То что Университет Не получит Но зависит И Количество Преподавателей Которые Просто будут Сокращены Исходя Из того Что контингент Студентов Уменьшится И второй Момент Вы знаете У нас Из года В год Бюджетные Места Контрольные Цифры Именно На юриспруденции На экономические Направления Уменьшаются Исходя Из того Что Ну Государство Правильно Неправильно Исходит Из того Что Это Коммерция Вот Я слышу Уже В зале Определенный Шум Но Это хорошо Это говорит О том Что Люди Начали Задуматься Но Это решение Должно Приметь Коллектив После Глубокого Обсуждения У себя Время У вас Есть Я прошу Просто Чтобы Вы На это Обратили Внимание Еще Один Вопрос Вот Изучались Во-первых Я вначале Хочу Спросить Сколько Человек Из Преподавательского Состава Достаточно Свободно Владеет Английским Музыку Тоже Вопрос Востока владеет пятью, шестью, семью языками, и начинает японскую, корейскую, английскую и так далее. Поэтому прошу забить и жалоб, если будет вам звонить, обращаться, его потенциал надо использовать. Тем более он кандидат наук, работал в университетской системе. То есть очень плохо, когда мы привлекаем людей из бизнеса, ну тоже, либо знающих просто язык. Это один момент, когда человек находился в этой системе, это совершенно другое. Есть необходимость изучить все программы по вашему профилю, я имею в виду, или по нашему профилю, и посмотреть в открытом доступе. В конце концов можно отработать, перевести их на русский язык и предполагать нашим студентам. При этом экзамены они могут сдавать здесь. То есть сделать своеобразный хаб-программ. То есть мы все программы берем и раскладываем их на сайте и предлагаем студентам записаться. Проанализируйте, что происходит. То же самое, когда, ну я уж начинал к обсуждению, значит, понятно, да, то есть что-то с этим надо делать, у вас иностранных студентов просто не будет, если вы все время будете им предлагать на русском языке. Хочу сказать, что поскольку аналогичная тенденция есть у многих прибалтийских университетов, есть у венгров, ну у бывших там стран восточной Европы, они сегодня, как ни странно, начинают разрабатывать программы для русских студентов, ну для российских студентов на русском языке. Как бы прибалтий к нам не относились, и причем обучение бесплатное. У нас может сложиться такая ситуация, что не поступив на бюджетные места, наши студенты будут просто уходить. Из страны, соответственно, из наших вузов, постепенно они в этих странах языку научатся, адаптируются, и вряд ли кто из них приедет. Поэтому нам на этот вызов нужно быть просто готовы. И я прошу вот этот протоколь записать и окончать, то есть мне ответить на эти вопросы. И всех директоров, которые здесь находятся, либо заместителей при защите дорожных карт, на эти тоже, пожалуйста, обратите внимание. И физикам, и химикам, и всем другим. Это какие программы наших отечественных университетов на русском языке мы тоже у себя можем инициировать. Никто не сказал, что если они есть в открытом доступе, что обязательно надо на них записаться и сдавать экзамены там. Вы можете все это использовать у себя. Никаких проблем нет, надо просто работать. И такой вопрос еще. Вот вы спросили возможности там по статистическим данным находить международных разных агентств. А вот у нас есть программы по наукаметрики, мы можем все вытаскивать, все программы. Сколько человек работает у вас в программах Эльзивира, других, которые есть в доступе в структуре библиотеки Лобачевского? Ну, если у вас 18 человек знает английский, значит, не менее, то есть не больше 18, это точно. Это тоже есть очень плохой показатель. Понятно, да? То есть ни о какой интеграции международной научной сообщества быть не может. Здесь ничего плохого нет, что наше поколение, оно к этому не было готово, но тем не менее, нам, значит, нужно после нас, кто придет, на новые места, вакантные, нужно обязательно из своих же выпускников, либо усиленно давать сейчас на уровне магистратуры, аспирантуры, и именно на них ориентировать и академическую мобильность. Это в качестве совета. Тогда есть еще один вопрос. А вот по САЕ, там вы упоминали всех, и Лея, и Нахису Мансову, и других. Вот мы сегодня обсуждаем вопросы подготовки. То есть это научные исследования. Вот какие образовательные программы новые они внедрились за этот год, либо что собираются делать? Кто может ответить? На всем особо ответить, потому что у него нужна магистрская программа. Нет, но меня не только на магистрскую программу интересует. То есть это только на уровне магистратуры, и это написано где-то на сайте. Можем мы об этом прочитать? То есть в открытом доступе есть программа? Да, есть на сайте новые программы. То есть с разработкой часов написано, да, и лекции. Все, есть, да, написано все. Что-то есть, что-то еще следует. Я к чему-то, Владимир, мы сегодня утром, если заведующие кафедры были у вас, вы слышали, о чем я говорил, да, я говорил о междисциплинарных вещах. Вот то, что вы делаете здесь, может быть, в этом виде, в упрощенном виде, в обязательную структуру можно включить в Института геологии и нефтегазовых технологий. Поскольку любой газовик, любой нефтяник, любой человек, который так или иначе связан с добычей каких-то ресурсов, он должен думать и о тех последствиях, которые после него останутся. Соответственно, определенный базовый уровень у них должен быть. Мы говорим, что каждый факультет, институт должен дать право студентам, это будет как бы нагрузки, то есть платная работа за это, как бы, внутри альберсфек, да? Мы обязательно должны быть программы дополнительные, но минимум студент должен выбрать как минимум три, может быть, четыре программы, да? На лекции он должен ходить, до этого они должны быть в открытом доступе, потому что у вас, ну, период лекции, он либо кто-то должен там читать, либо он должен быть в онлайн-режиме, но они должны сдавать экзамен. В противном случае мы много можем говорить о междисциплинарных вещах, ничего не получится. Пока студенты на это запишутся, вот поверьте. Нужно дать им возможность, они запишутся. Если я буду не прав, вы потом не скажете, что никто не записался, поскольку в этом же институте геологии нефтегазовых технологий субботок практически всех отпускает домой. Четыре года должна быть огромная нагрузка здесь, для того, чтобы они потом нормально оценивали ВОЗ, которым они обучались и были востребованы. У нас не такая ситуация. У нас в субботу есть рабочий день, практически на работе. Мы все так говорим. А занятия какие-то нет? Ну, может быть, в ваш институт исключение. Тем не менее, я говорю о том, что студент должен быть перегружен. Не обязательно он должен ходить на лекции. Он сдал по своему предмету. Этого достаточно. Где он получил сегодня, в отличие от того, когда мы учились, огромный пол информации, который люди приобретают на стороне. Я почему об этом говорю? Мы же встречаемся с студентами, и они очень плохо задают вопросы по тем или иным темам. Без интереса ходят на встречи с известными людьми, на мастер-классах и так далее. Мы их загоняем, как на футбол. Вот у нас волейбол, футбол. Люди не интересуются. Мы им говорим, так, надо заполнить стадион. За исключением, конечно, финальных каких-то дел. Мы точно так же, когда к нам приезжают известные люди, начинают политиков, заканчивая учеными, мы практически силом загоняем. Я сижу, и мне иногда бывает стыдно, когда после часа люди начинают уходить. Либо им неинтересно, либо они не могут... Ну, интерес же можно проявить, задавая вопросы. То есть, ну, поверните этого политика на то направление, либо того ученого, который пришел. Они сидят, и если им заранее не дать вопросы, они не зададут. Я помню времена, когда мы к физикам буквально штурмовали, в коридорах стояли, чтобы просто послушать, о чем он там говорил. Чего так происходит, тоже понятно. У нас сегодня много, чего мы можем узнавать и так. Но вот еще был вопрос. А вот объясните мне, пожалуйста, для чего вам нужен пол журнала, собственных, там, пять журналов, что ли, вы перечислили, что вот надо пять сделать, хотя бы два-три, потом скопус. Я думаю, не попадут они. Есть сложность, когда мы будем на этапе, то есть, либо надо сразу очень хорошие статьи привлекать туда иностранцев, кто уже хорошо публикуется и цитируется, в этом случае журнал раскручивается, да. Но надо помнить, что им-то зачем в нулевом журнале печататься? Смысл какой? Поэтому здесь можно думать о сетевых журналах вместе либо с нашими зарубежными партнерами, если я на это согласна, либо с университетом. Потом вот сетевой университет федеральный тоже надо выборочно не тратить. То есть, я к чему вас призываю? Не тратите времени на слабые вещи. Это загнивает огромные ресурсы, деньги там, поездки, обсуждения, даже время. Какой смысл? Ну, а по репутационным делам я тоже хочу сказать, что понятно, что столица, она выигрывает. Здесь, безусловно, там много по вашему профилю университетов, институтов. Но это говорит о том, что, может быть, на них и не надо ориентироваться, надо перескочить в Москву. Но для этого нужно быть самим подготовленным. То есть, не надо ориентироваться на Москву только. и Санкт-Петербург. Потому что в этом случае мы все время будем похожи на людей, изобретающих велосипед. Мы все время будем как бы пристижны, что ли, или как по-русски правильно. То есть, мы все время будем чего-то доделывать. Нас пригласили, мы радуемся, идем. Нужно выходить, перескакивать этот уровень, и заявлять о себе. Но для этого нам нужно понимать, что у нас лучшие образовательные программы, еще раз хочу на этом акцентировать ваше внимание, мы это сами достичь только не сможем. Надо научиться заимствовать пока все хорошее, то, что есть в мире. Взять все хорошее, что в мире есть, и попытаться самим эти программы посмотреть и обучиться. И транслировать сегодня студентам. Не надо придумывать. Тратить на это время. Если у кого-то есть в развитии его научных исследований, образовательные программы, но они целостные, вряд ли получат. Конечно, его надо туда кооптировать. Понятно, что если официант Сорума, либо кто-то другой занимается исследованием в этой области, понятно, надо сразу это переложительно образовать. Это моя точка зрения. Она может быть ошибочна, но посмотрите вот с другого формата на все, что мы говорим. Можно по-разному относиться к рейтингам, но раз по позициям в этих рейтингах нас оценивают, они пытаются нас как-то тоже позиционировать и по бюджетам, и по студентам. Потому что академическая мобильная, то есть академическая реакция, это не все, что мы хорошее или плохое делаем. Это еще ранее заработанная репутация. То есть, если университет находится на первых позициях, в мире, или в стране, то любой, кто дает ему оценку, он автоматически говорит об этом, он просто его знает. Вот МГУ знаете, да? Поэтому вот по всем направлениям, поэтому в рейтингах он везде по стране практически идет первым. По одной простой причине, что вот он первый университет страны, но я имею в виду Российской империи еще тогда, и он всегда был первым. МГИМО, все знают, как МИДовский университет, он всегда такой вот был, он специализировал. Вышняя школа экономики это центр подготовки документов, проектов для правительства, он и в составе правительства работает, его тоже так позиционируют. То, что он сегодня идет там, физику, математику, компьютерной науке, ну, я не думаю, чтобы он опередил там ИТНО или другие вузы. Это вот, ну, это игра, как бы попытка стать классическим, использовать свой бренд, имидж, заработанный на других проектах. Ну, это тоже моя точка зрения. То есть, если есть Стэнфорд, то его знают и просто говорят, когда сравнят. Поэтому нам нужно перескочить вот некоторые московские вузы, и не надо стремиться, мы там все равно и в отношении будем, они все равно будут относиться не от того, что к нам как к периферии, не от того, что мы таковыми являемся, а от того, что мы находимся не в столице. и все. Простая аналогия, даже по спорту. Как бы мы себя не позиционировали в столице российского спорта, посмотрите, как ранжируется наша спортивная команда. Как только два-три раза они стали чемпионами, ну вот, и перераспределяется тренерский состав, перераспределяются спортсмены, убираются. Всегда так было, и, скорее всего, так и будет. Ну, сколько можно там Акбарсов или еще кому-то побежать. Вот есть ССК, там Питер, есть еще ЦСКА. Так и будет. Поскольку Акбарси никогда в советское время такой команды-то не было. И, не говоря уже о розы. Физикам и химикам, биологам чуть полегче, потому что они не акцентируются на каких-то проектов внутри страны, они уже вышли за это. И всегда так было. Вот если спросите, сколько человек на ФИСАКе знают и могут писать по-английски, то ее будет намного больше и пропорциональным отношениям. Не в количестве, в количестве там. Альберт Латанович там все знают. Он говорил, Шадровка, не надо им английский давать усиленно. И так уезжают, а так все уедут. Да? Но не знание языка никогда не ограничивало людей, то есть надо просто условия создавать. Но это тоже произошло не всегда, поэтому мы встречались с рядом ректоров, у всех озабоченность в плане гуманитарных, социогуманитарных наук, выпуски журналов. Но если мы будем только публиковаться на русском языке, нас никто читать не будет. Точно так же много русских лариатов у нас только сколько у них не будет. Не потому, что у нас новка слабая, а просто так устроен мир и эти рейтинги они тоже не наши. Вот я был участником, являясь обсуждением вопросов московского рейтинга. Понимаете, как бы мы ни говорили, что это московский рейтинг, он для всех, он прежде всего для МГУ. Но это очевидно. Поэтому там всегда московский университет будет первым во всех направлениях. Но это нормально. Он позиционирует страну, он по-другому финансируется. Но нам нужно просто базовые два-три направления, в которых бы мы себя считали одним из лучших стран. Могу ответить коротко? Конечно, пожалуйста. Отвечаю о том, что там все поскольку я комментирую. Отвечаю поставленные вами вопросы, Шатрак Ачкоратка. То, что касается изменения проходных баллов ЕГЭ для контрактников, она обсуждалась, эта тема. Мы считали и снижение доходов, и считали снижение ППС. Я думаю, что мы на очередном совещании заведующими составляем данные представим и вам представим, потому что увеличение ЕГЭ для контрактников на каждые 10-20 баллов дает у нас значительное в перспективе через 3-4 года уменьшение контингента ППС. Мы сделаем эти расчеты, они есть уже в проекте, мы их просто не оставляли. Есть два варианта, не надо акцентироваться только на своих студентах, если мы говорим о программах области экономики либо о предпринимательстве в институте физики, химии, те же преподаватели будут и там заняты. То есть будет просто перераспределение нагрузки и на распространение этой нагрузки на другие институты, то есть на студентов других институтов. Вот давайте программу подготовьте 2-3, и мы попробуем рассмотреть их и посмотрим, как студенты будут на них записываться в других институтах наших. Хорошо. То есть мы даем 5 программ, допустим, для института диалоги нефтегазов, 2 программы по физике, 2 программы ваших и может 1, или 2 программы по математике. При этом говорим, что обязательно они записаться должны на 2-3 курса. Посмотрим, на какие курсы они запишутся. Международные университеты, ну, как бы, вот в Германии я смотрел, там физики записываются на теологию. Я спрашиваю, ну, вот как интересно. Интересно вообще познание, на философию записывается, общее, как бы, познание мира, да, на исторические науки записывается. То есть это общий, поднимает общую базу знаний. по-моему, с Андреем Павловичем и Киасом как раз были, я тогда университет, сейчас тогда не было, или я сейчас не помню. Я тогда удивился, почему физики на теологию записываются. Издают экзамены, не получают права работы. Поэтому, я думаю, медики могли бы записаться у нас тоже на другие какие-то вещи, в частности, посмотреть в инженерных науках, как, они же не только будут заниматься медициной, многие из них уйдут и фирмы по продаже медицинского оборудования будут работать. При этом медик обычно очень тяжело рассказывает, чем один прибор от другого отличается, если он в закупках не участвовал никогда. Потом он начинает быть там, особенно, когда начинает учреждение медицинской командовать приоритет. Так, у меня еще был вопрос по журналам. По журналам? Ну, мы сделаем это, как бы, для привлечения профессорского предварительского состава. Понимаете, не надо, если мы тяжело публикуемся в известных журналах, то наши журналы, ну, есть, я не люблю это, как бы, вот, слабые, там, журналисты называют мусорными журналами. Вот, от того, что у нас еще 2-3 журнала будут мусорными, собственными, ничего лучше от этого не будет. Вот и все. То есть, либо мы, вот мы, Сайдар Мимонцовичем, сейчас вот привлекли господина Никаражбы, который был редактором, теперь оказалось, что по нашему действующему законодательству иностранцы не могут возглавлять, да? Он может быть только членом коллеги, там, или редакционный, научный коллеги, или, там, журнал. Он не может возглавлять. Но, либо мы должны платить теперь известным ученым, чтобы они публиковались, то есть, по сути, для них эти статьи наставки потерянные. Так, никто там не цитирует, потому что журнал неизвестный. Но для того, чтобы их начали цитирует, статьи должны быть очень, ну, высокого уровня. То есть, это процесс такой. Он на первом этапе очень провальный. Он очень затратный, провальный для тех людей, которые там публикуются. Вы что, аспирант, публикуя работы аспирантов, он не продвинет эти журналы? Либо, как вы говорите, 25-30-го года, там, когда горизонт планирование выше 2-3 лет, это говорит о том, что можно планировать наши ситуации все, что угодно. Я пытался, у нас институт химии, я уж тогда отклонюсь, и Марат Рашидович сегодня, мы обговаривали, что за построенный кампус и компанию ТАИ, поскольку банковский кризис здесь был, и мы там пострадали немного, отсрочку сделать по оплате кампуса. Мы договорились с Альбер Кашаповичем, никаких проблем в этом не было, руководителем ТАИФа, и я подписал, что 18-й год меньше всего, вот на 20-й год вторую половину всю основную сумму. Подразумеваю, что в апреле истекает мой срок, я говорю, ладно, придут в 20-м году, рассчитают, кому это надо было. Я сегодня получаю, говорю, давай уж равномерно. Я просто об этом пошутил перед уходом, но, видимо, запомнил, а сегодня как бы это. Понятно. Тем более, в 20-м году у нас перевыборы президента республики, я говорю, мои как бы переназначения, там новые люди придут, им тоже надо работу оставить. То есть это у нас уже в голове сидит побольше срок взять припланировании. А по остальным программам мы их и распишем и выставим, если что не выставим. А с зарубежными вузами, конечно, у нас очень хорошо работает ОССЕ, которая будет продляться. Ну, это только по экрану, это же по буху. Да, по буху учету. А с российскими вузами наличная сетевая программа. вот, дайте, пожалуйста, тогда мне справку, Олег, я вас попрошу с азиатских университетов, то есть Япония, Корея, европейские вузы, надо посмотреть в открытом доступе, какие образовательные программы они предлагают. Просто взять и проанализировать и сказать, вот у нас читаем, я условно говорю, профессор Иванова, я просто фамилию называю, да, и вот есть такая программа. Пусть студенты выберут. Для себя будет нам оценка нашей деятельности. Придут на нашу программу, либо запишутся, причем это должно быть электронной полной записи, чтобы мы не могли влиять на эту систему. потому что говорить о том, что мы всегда были хорошими, мы всегда были четвертыми, можно сколько угодно, но это нас не радует. Хорошо. Тогда есть, коллеги, еще какие-то вопросы? Сергей Иванович, нет вопросов? Вы основу предпринимательства, тоже будете внедрять у себя, поэтому я просто читаю. Я хочу, чтобы все это было в открытом доступе, чтобы я видел. Когда читаем, надо посмотреть, что читаем и как это направление ориентировано на физику. И какие результаты. Если вы читаете то же самое, что читаете в этой рейсе, то это не есть очень правильно. То есть там обязательно должны быть элементы технологии. вот то, что вы здесь привели, как в Саре Астровызов, что вы оттуда, нужно, чтобы читали те люди, которые здесь занимаются этим вопросом. То есть экономические эффекты от глобального потепления, экономические, значит, эффекты там или влияние на экономику. Значит, чем связано, вот если вы были на встрече с вице-премьером, который проходил в актовом зале, когда он сказал, что по сути все, что придумывают сегодня с проблемами глобального потепления, это все связано с внутренней политикой. Прежде всего, Евросоюза, поскольку у них нет ресурсов углеводородных, поэтому они пытаются каким-то образом повлиять на эту систему, чтобы наши углеводороды стали менее конкурентоспособными либо альтернативные виды топлива, значит, стали преоглодать. Хотя и там, и там есть те же самые проблемы и вопросы потепления. И президент страны, когда в Арктике был, видел, что, точнее, показывали, что эмиссия метана и СО2, как было 300-500 лет назад, так и идет примерно. То есть, эффект влияния человека, он минимальный на эти процессы. и от того, что мы дополнительно по Киотскому соглашению штрафами обложим сами себя, никакого смысла в этом нет. Да, есть у нас грязные города, там это все нужно делать, но прежде всего это связывается не с глобальным потеплением, а с влиянием вот этих загрязнений на жизнь человека, на качество его жизни и так далее. И мы к такому же выводу пришли с группы Данис Кавлович. Вот никаких там. То есть, эмиссия метана, она как шла, так и идет. Более того, ряд деревьев сегодня тоже сегодня выделяют метан. А метан примерно в 26-28 раз сегодня больше влияет, чем СО-2 на все эти процессы. Хорошо. То есть, вот нам вот эти вещи нужно обязательно, чтобы у нас, может быть, мы единственный институционный центр создадим. Это было мое поручение и просьба и Марата Рашидовича все это делать. И связать это не только со статистическими данными, когда статистическими данными, которые вы предлагаете, но и политическими вызовами, которые происходят, значит, с миграционными процессами, которые происходят в тех или иных регионах и попытаться адекватно подготовить и наше руководство, и быть готовым самим не только исследовать эти процессы, но у каждого исследования должен быть еще и конкретный результат в качестве, как минимум, рекомендации. Так, пожалуйста, Марат Рашидович, вы прокомментируете у нас статистику. Пожалуйста. Я прошу все, что я сказал. Мне не очень понятно, конечно, слова красивые, на эромаркете, но я думаю, когда что-то говорите, пожалуйста, давайте определение этим дефинициям, то есть, что вы под этим подразумеваете. Я просто встречался пока с одним социологом, и слово инновации в социологии это, ну, я даже повторить не сумею, но она в ни коем случае не ассоциируется с тем пониманием, которое есть у нас. Вот возьмите любой учебник по социологии, там, либо справочники, попробуйте перевести на человеческий язык, что такое инновация, но это далеко не позитивная вещь. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Шатархатыч, уважаемый Наля Гумарина, уважаемые коллеги, это моя альмоматор, здесь мои учителя, мои коллеги, поэтому особая обстановка и особое чувство всегда уревает. Я хотел тоже поблагодарить, это очень интересная, и самое главное в этот раз очень стильная и содержательная презентация. Ну и картинки красивые. Ну вот так, вот на счет у каждого свое представление о красоте, тогда позвольте свое видение здесь попробуйте сложить. Небольшое выступление, потому что здесь ставилась задача не только проанализировать какие изменения произошли в 2016 году, какие наметились тренды, но также и сформулировать новые задачи, я надеюсь, потом вы их обсудите и поможете нам в их разрешении, поскольку они поставлены где-то нам учредителям, международным советам, а где-то глобальными трендами, которые сейчас есть в образовании, в науке и в российской действительности. Итак, вот первый, надеюсь, это всем видно, то есть мы здесь расширили наше позиционирование для того, чтобы посмотреть, как развивается институт управления экономикой и финансов в целом социо-гуманитарном блоке. Вы видите, то есть вот размер этого круга, круга, правда у вас другая, почему-то, а, есть, все видно, простите, да, то есть у нас всегда он играет заметную роль и видно из-за того, что он движется направо, то есть показатели, особенно в части объемов НИР и НИОКР заметно повысились. Да, вот темно-синий, как раз это темно-зеленый, это то, что было в прошлом году и с учетом того, что контингент несколько изменился, то есть уменьшился его размер, но движение направо как раз показывает в том, что с точки зрения позиционирования качественные показатели и с точки зрения стоимостных параметров и качественных они улучшаются. Следующий слайд, пожалуйста, посмотрите, здесь уже по качеству публикаций, то есть вот темно-синий этот круг, то есть здесь тоже надо сказать, что у вас это хорошая позиция, но с другой стороны, посмотрите, институт филологии и межкультурных коммуникаций, здесь, ну, скажем так, является для вас некоторой моделью, некоторым ориентиром для развития, но институт психологии образования, он представлен здесь в круге. Оптимальное значение это вот где-то правый верхний угол, то есть это та наша мечта, куда мы все идем и куда хотим, чтобы наши структурные подразделения раздевались. Ну и вот здесь соотношение платного образования и доходов от НЕКР, то есть здесь видно, что больше достижений все-таки в сфере платного образования и тоже вот движение от темно-зеленого круга к темному синему показывает, что здесь стоимостные параметры платного образования. Ну, в принципе, мы так и видели роль вашего института в общей нашей большой дружной университетской этой семье. Здесь уже в количественном приведены, какую долю занимает институт в студентах 16%, в нашем персонале 12%, в доходах от образования 22%, видите, вот здесь доходах от НЕКР, пока мы надеемся, сейчас вот мы нащупываем ту нишу, те направления, где мы могли бы продвинуться. В аспирантах пропорционально 12%, в площадях 9%, то есть здесь есть некоторые нагрузки и некоторые направлеженности, и 7% преподавателей, это очень важно, института входит в топ 100 лучших наших преподавателей, которые мы проводим, исходя из достижений публикационной активности, участия в мероприятиях в этом университете. Теперь вот о картине, то есть здесь наша табличка, наша KPI, наша дорожная карта, то, что красным обозначено, это не есть какая-то угроза, а это и есть то, на что нужно обратить внимание. Я еще раз хочу сказать, что я выступал в прошлом году, очень серьезные здесь есть изменения, в первую очередь, помните, мы обсуждали вопросы заработной платы, то есть по заработной плате здесь удалось нам вот, ну, это как-то непонятно, это отставание, скажем, ну, ликвидировать, нет, я все-таки хочу не преодолеть, здесь все-таки потенциал большой, потенциал большой, мы все-таки, вы должны быть лидерами и в области заработной платы. Посмотрите, пожалуйста, да, вроде бы, если взять и сопоставлять по социогуманитарному блоку средний балл или большой, но все равно плановое значение мы ставили несколько выше. Это же касается и численности магистрантов и аспирантов, здесь вот Решат Рамкадж сказал, то есть мы должны здесь все-таки предложить больший пакет и больше направлений для привлечения, тем более, что ниша становится очень конкурентной. Доходы от оказания услуг по платной образовательной деятельности, то есть вот посмотрите, пожалуйста, здесь хотя большая репта, но в то же время они сокращаются, и вот здесь наверное все-таки мы сначала обсуждали эту модель университета в университете, то есть нам все-таки нужно переходить из сегмента, так скажем, массового образования в сегмент, премиального и, скажем, в высоковости это ценового сегмента. По публикациям в скопус, но я здесь не катекую, я хочу сказать, что мы всегда признаем, что, во-первых, надо сказать, что это модуль ввела у нас это нарягумировано, и всегда мы ставили задачи несколько выше, чем остальные. И очень приятно, что все-таки мы очень спорили, насколько это правомерно, неправомерно, да, действительно, большое спасибо, вы нас поддержали, вы нас поняли, и все-таки практика показала, что тот путь, который был выбран, он правильный, и вот впервые то, что Казанский университет, это Институт экономики и управления финансов, высветились в предметных рейтингах, говорит о том, что вектор он правильный, но теперь скажем так, мы вышли уже на тот количественный параметр, когда нас видят, и теперь, если мы хотим уже двигаться дальше, мы должны в первую очередь заниматься и качественными вещами. Частично нарягумировано об этом говорил, я попробую дополнить те моменты, которые, мне кажется, можно было бы усилить. Ну, в первую очередь, вы видите, вот последний из этой, то есть снип на статью и импакт-фактор журналов, соответственно, нам нужно в этой части улучшать. Ну, и доходы от мира и неокор, то есть здесь тоже нам некоторую политику, то есть да, там большие продвижения есть, и финансовые граммы издают большой подход, но все-таки роль и значение в социально-экономическом планировании и республики, регионной страны можно было бы усилить. Теперь, вот, всегда Институт управления экономикой и финансов, всегда он находится в тройке лидеров, это его рейтинг среди структурных подразделений. Учитывая тот объем студентов и тот объем преподавателей, которые есть, это заметная величина. Теперь, я хотел напомнить, у нас мы сейчас работали над уже третьей редакцией нашей дорожной карты, и вот, есть, обозначились семь наших научных прорывов, это те направления, которые будут определять лицо, направление и развитие и профиль нашего университета на перспективу. И здесь, вот, две задачи хотелось бы поставить. Олег Умирнович очень подробно говорил про САЕ, а вот это задачи, скажем, следующего дня. То есть, надо интегрироваться и дать предложение не только по САЕ, но и по участию в научных прорывах. Но, вы знаете, у меня все-таки мечта, чтобы наш, наш альбоматор тоже предложила свое новое, серьезное, да, научное прорывное направление. И вот, мне кажется, я все время, вы знаете, как там, Багной всегда говорит о своих проблемах. Мне кажется, что то, что вы говорили про марсизм, ленинизм, тем более, всегда занимались вопросами устойчивости, вопросами развития социоэкономичных систем и так далее. Мне кажется, что, тем более, сейчас уже наметился круг людей, кто мог бы этим заниматься. И есть серьезные иностранные участники, которые готовы прийти на эту кооперацию. Ну, здесь по рейтингу уже сказали, но вот, что хотелось бы сказать, я повторюсь еще раз, по объемным параметрам это и анализ инферетов университетов показывает, что мы приближаемся уже к нашей модельной величине, но с точки зрения качества резервов очень много. Здесь, я сейчас, об этом говорил, я напомню, здесь уже много экспертных сообществ на базе Томпсон-Рейдерс и так далее, делает свои позиционирования, предметные рейтинги. И это вот тот предметный рейтинг, который Айдар Минемасович привез из Москвы. Он чем хорош? Он для того, чтобы при помощи количественных параметров сравнить, как видит нас экспертное сообщество, российское экспертное сообщество. Там исходные данные есть, поэтому я надеюсь, это будет вам полезным для того, чтобы, ну скажем так, посмотреть, это называется конкурентный бенчмаркинг, посмотреть, в чем преимущество других и что мы могли бы эффективно использовать и какие практики. Теперь вот, что у нас не очень получается в целом и по институту, и по университету, поэтому здесь нужно нам как-то пересмотреть нашу позицию. Да, Налегу Меркну много говорила об иностранных потенциале, об участии, но вот если посмотреть, я еще раз говорю, институт очень большой, то количество людей, оно теряется в этой массе, а нас анализируют и по качественным параметрам, поэтому кооперация и приглашение иностранных НПР, это очень важное значение не только с академической узнаваемости, не только с точки зрения международной кооперации, но и с точки зрения привнесения новых технологий, нового опыта и новых научных направлений. По совместным образовательным программам здесь уже Ильшат Абтач сказал, то есть действительно большой университет здесь сложный, и вот МИПы, то есть у нас действительно очень много проблем и в области международных стандартов финансового учета, в области маркетинга, в области стратегирования, и может быть все-таки уже мы созрели для того, чтобы сформировать соответствующее малоинволюционное предприятие. Ну и на левомерном, вот вы тоже обозначали ведущие консенсивные компании, Прайс Вортерхаус, Артур, не Артур, там был Эрнесс Ильянг, КПМЖ и так далее, ну вроде бы они охотно идут, но... С ними было бы. Мне кажется, что и с ними, и с теми... Для того, чтобы рейтинговаться, вы правильно выбрали те компании, которые входят в московский рейтинг, те компании, которые участвуют при анкетировании Эксперт-РА. Если мы с ними скопируемся и сформируем базисные кафедры, это тоже существенно нас это продвинет. Ну и больная вещь, это больная вещь, это все-таки все большую роль играет интернет-образование, поэтому эту нишу сейчас все очень усиленно заполняют. И есть большая угроза, если там физики, химики, там нужна экспериментальная база, а социогуманитарный, математический блок, ну скажем так, мы можем появиться, могут появиться конкуренты, которые наш хлеб могут очень быстро занять. Тем более, в соответствии с законодательством, то есть человек, прошедший этот курс и получивший сертификат, то есть мы будем вынуждены за честь соответствующие кредиты, баллы и соответствующие предметы, мы можем потерять и направление соответствующего, и компетенцией, но соответственно и финансирование. Поэтому на самом деле это очень большая угроза, это самая большая мода. Вы извините, Моратыш, если я вас перебью, чтобы сразу немножко увеличить, точнее, обратить внимание на то, что вы только что сказали. Мы с Дмитрием Ледовичем были на круглом столе, который проводил на площадке Миноборнауки Российской Федерации, буквально, недели три назад, как раз говорили, и обсуждались вопросы размещения программ в открытом доступе, как по педагогу. Ну, в общем, акцент ставился на программы в области социогуманитарных направлений. И, может вообще поставить так, то есть, вот, господин Соборов, начальник департамента, он говорит, а сколько вот с вашего университета людей обучаются вот в онлайн-режиме, и кому вы провели зачет? То есть, если это будет поставлено в качестве каких-то показателей для мониторинга, то это будет совсем из-за выходящей вещи. Понятно, да? То есть, будут раз министерства вкладывать деньги по эти платформы, то, соответственно, хотя бы только для того, чтобы отчитаться по целевому использованию этих бюджетных денег, они это дело будут делать. Что, в принципе, вызвало достаточно большое озабоченность. Я думаю, у меня и Дмитрий Андреевича, да и у всех нас ректоров, которые там участниками были этой встречи. Ну, как, вот, допустим, мы три проекта по педообразованию, три или четыре, три. Да, первые три, и сейчас один. Я говорю, давайте размещать его в открытом доступе, посмотрим, сколько человек запишется на это. После этого мы будем говорить о том, что то, что вы сделали, это успешный проект, эффективный, востребованный, либо мы просто в пустую, потратили время. И то же самое будет по экономике, по другим суцио-гументарным блокам. Поэтому, если студенты запишутся на все программы вышки, то чего мы делать будем? Поэтому наши программы, они должны быть уникальными в своем роде и востребованными для работы бизнес- структура нашего региона, как минимум. Регион нефтехимический, я поэтому говорю, вопросы связаны с экологическими вещами, они все равно рано или поздно будут выходить на первый план. Без этого просто не проживешь. Глобальное потепление, на него мы влиять не можем, но вот на загрязнение наших рек, наших территорий, наших лесов мы можем влиять. И самое интересное, когда мы будем рекомендовать соответствующим структурам, выделять на эти программы по экологии те или иные финансовые ресурсы, нужно обязательно уметь почитать, насколько выделенные ресурсы отрабатывают, то есть, насколько меньше людей начало обращаться в учреждения здравоохранения либо еще что-то. То есть, мы должны научиться считать экономический эффект, а не просто от того, что мы почистили улицу и что от этого, мы же все пьем воду. Насколько, то есть, это очень такие сильные междисциплинарные проекты должны, в январе состоялось собрание пользователей и разработчиков КОРСЭР в Соединенных Штатах Америки. Весь опыт сотрудничества Российской Федерации признан неудачным, поскольку, несмотря на то, что Вышко заявил очень много курсов, на эти курсы никто не записывается для прохождения аттестации, они не нужны для прохождения аттестации, никто не заинтересован, это общие курсы. Единственное, в УЗ, с которым рекомендован продолжать работать, это Московский физико-технический институт, который из практики ориентирован, действительно, курсы. поэтому, я хотел поддержать слова, что люди захотели быть аттестованными по нему. Тогда это иметь снис. Сейчас все проекты Российской Федерации КОРСЭРа закрыло, то есть, никого новых участников на платформу не допускают. Да, я вот хотел дополнить, неплохо вроде идет проект Дмитрия Абетча и Айдар Геннадзорча по iTunes университет учитывая ваши уже достижения, наверное, было бы целесообразно какой-то лекторий или какое-то обучение провести из-за нашего института управления экономикой и финансов. То есть, в этой части. Так, мы об этом говорили. Вот, и теперь уже некоторые задачи. То есть, вот, Ильша Травкадыч говорил о том, что формируется новый рейтинг, он называется Московский, по инициативе групп, и министерство видит его в дальнейшем как замещение системы мониторинга. Помните, мониторинга это не только климатские показатели, но и благодаря им принималось решение о ликвидации тех или иных вузов и о ликвидации филиалов. Поэтому практически на четверть была проведена за эпоху последних пяти лет оптимизация неэффективно действующих вузов. Поэтому очень важная вещь, чтобы мы правильно позиционировались и правильно были представлены в этом лейтинге. Помимо образования науки, где знакомые нам показатели представлены, новым является раздел университета и общества. И вот здесь вашему вниманию, я не буду их зачитывать, есть показатели, они пытаются количественно измерить взаимоотношения с работодателем и с регионом. Поэтому здесь очень важно, наверное, и при построении рабочей карты и дорожной карты института эти моменты учесть. Вот, здесь, ну здесь уже Наля Гумерна об этом сказала, но я хотел бы немножко тоже усилить. Здесь проведены конференции, и вот если посмотреть в международном мероприятии, где бы был узнаваем институт управления экономикой и финансов нашего университета, то все-таки они должны отражать ту специфику. И вот, вы знаете, в Сочи есть инвестиционный форум, в Красноярске есть экономический форум, в Петербурге есть экономический форум, в Москве есть то, что проводит МАУ, то, что проводит НГУ, то, что проводит Гринберг, и то, что проводит Сбербанк. И мне кажется, вот здесь общим штурмом все-таки и для республики очень важно. Или Казан саммит взять в качестве опорного, где бы мы продвигали наши экономические достижения. К сожалению, он все больше и больше становится каким-то исламским, понимаете, на исламскую финансово ориентирован. Но ведь наша задача другая, наоборот, его вытянуть в ту площадь, в ту плоскость, которая интересна нам. Тем более, что руководство форума очень хорошо и близко к нам настроено, и оно готово привлекать и оплачивать тех участников, которые интересны нам с точки зрения решения наших задач международной конкурентоспособности и конкурентоспособности нашей республики. Следующее, хотели сказать, вышла и утверждена стратегия научно-технического развития Российской Федерации. Почему об этом хотел поговорить? Дело в том, что, скорее всего, новые конкурсы и все, что связано с РГНФ, РНФ и прочее, и с научно-технической платформы, они будут двигаться в аспекте этого документа. Поэтому было бы, наверное, полезно, мы презентацию пришлем, чтобы вы рассмотрели и посмотрели, где мы... Потому что, если взять на скидку, исходя из вашей презентации, на регумент, там есть много направлений, которые вполне накладываются. Просто акценты немножко другие, это раз, и с другой стороны, надо уже сейчас начинать работать с министерством. У нас, знаете, наше министерство, для того, чтобы ограничить конкуренцию, сейчас делает, скорее всего, в июле и в августе, когда основном министерское сообщество пойдет, скажем, в плановый отпускной период, это будут объявлены основные конкурсы. Поэтому, очень важно, чтобы кто-то здесь остался или, по крайней мере, участвовал в этих мероприятиях. И вот, новый проект. Сейчас наша программа конкурентоспособности, она финансируется в рамках приоритетного проекта ВУЗа, как центра создания инноваций. И здесь, помимо тех показателей в области EGPI, в области количества статей Google Science, в области цитирования иностранных профессоров, доли аспирантов и так далее, есть новые задачи. Это новая задача формирования в университетах центров инновационного, технологического и социального развития регионов. И вот здесь, мне кажется, тоже вот концепция такого центра и концепция создания институционного центра от Института управления экономикой и финансов, именно регионального институционного центра могло бы быть очень серьезным способом продвижения. Тем более, что вот очень, скажем, самые узкие места, которые мешают нам развиваться дальше, и Шатар Абхаджи говорила, мы обучаем предпринимательства, но и дальнейший шаг, мы должны создать какую-то площадку, где бы наши студенты-преподаватели могли бы отработать свои технологии, либо провести какие-то исследования и так далее, и поэтому концепцию технопарка и бизнес-инкубатора, но и инженерного центра мы не будем говорить, тоже и ваше видение, какой могло бы быть инфраструктура в этой части университета, тоже было бы цель. По базовым кафедрам вы сказали, и вот сейчас очень важно отметить, что в зачет и в оценку будут браться те программы повышения квалификации, часы которых составляет 72 часа и выше, поскольку это именно можно говорить, что в этом случае подходит какая-то серьезная глубинная переподготовка. Ну а остальное, вот если обобщать и вкратце говорить, проектно-ориентированное образование, оно становится важным и для базисных профилей, причем социально-экономического профиля в том числе, так и магистратуре, причем вы видите технологическое предпринимательство, управление технологическими проектами, ну скажем, оно накладывается на центр и проектного управления и так далее, единственная вот специализация видеть в области технологий будет поддерживаться и поощряться. Ну и вкратце уже подводя итог выступления, сейчас мы уже формируем нашу, вернее сформировали и будем, наверное, международный совет даст нам рекомендации внести вносить корректировку в дорожную карту 2017 года, а летом готовить дорожную карту на 3 года 2018-2019-2020 годов, то важно посмотреть, каким видит, скажем, академическое сообщество модель университета 3.0. Вы видите, то есть экономика, практически каждая характеристика начинает иметь экономическую природу, экономическую окраску, и поэтому роль Института управления экономикой и финансов очень велика, поэтому было бы важным, чтобы тоже наше преподавательское сообщество активно подключилось и дало свое замечание, как нам лучше коммерциализировать нашу дорожную карту. И тоже, вот видите, то есть основная задача университета должен стать саморазвивающейся структурой, а это означает, что роль и значение и объемы государственного финансирования в отдельном весе они должны уменьшаться. Вот, наверное, самые главные моменты. И 2-3 ремарки я хотел бы сказать по вашей презентации. Я еще раз говорю, если посмотреть институты развития университета, мне кажется, вы сами обозначаете проблемы, но и планировать ухудшение показателей тоже, мне кажется, что это не совсем правильно. Я не скажу, какие, может быть, это просто отпечатка, но вот, пожалуйста, на это обратите внимание. Следующий момент, да, очень правильно, то есть вы поставили задачу, но здесь уже Ишна Таркадч об этом отметил, наверное, и мы уже запланировали в рамках дорожной карты этого года формировать секундуционный центр, может, действительно, если вы подберете такую же удобную аудиторию, где-то мы будем фокусироваться именно в институте экономики и управления и финансов, но у нас, знаете, очень, как сказать, не очень хорошая практика с точки зрения приобретения этих ресурсов. У нас, мы заказывали подобные базы, но, к сожалению, количество пользователей было очень невысоким. И более того, мы готовы заказывать не только эти системы, и Spark в том числе, а объясню вам, у нас очень хорошее отношение с Татарстанстатом, с Росстатом, и вот основной упрек, они говорят в том, что покупается очень много литературы, в том числе доступа в российские и татарстанские базы, тем более, что сейчас есть соглашение с Евростатом, можно на все предприятия и зарубежные, в том числе, которые вы хотите выходить через TomTraders, Bloomberg и так далее, выходить и через российские системы, и в систему DAD and Bradstreet, поэтому, но, к сожалению, этот инструмент не используется, поэтому, если на актуаре этот вопрос, давайте мы договоримся, и Татарстанстат, он, я думаю, покажет, может быть, есть какие-то сложности, как это сделать, по конференциям я уже сказал, то есть, мне кажется, что мы должны сфокусироваться, если мы определим приоритеты, то они должны быть отражены в международных мероприятиях, чтобы... И ну, и по марксизму, ленинизму, то есть, здесь это мы уже сказали, то есть, здесь, здесь, я не знаю, вот, Мельшат Рамкач, если разрешение даст, мы готовы обратиться и в компарте других стран, и... Китай? Китай? Китай, это его должное. Да, на софинансирование этого проекта. Большое спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, я готовлю ответить на нашу работу. Ну, что-то, какие-то, не надо отмечать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова